Всем привет! Сегодня новый видеоролик, посвященный Перевалу Дятлова. И сегодня вы узнаете, чего боялся покойный летчик Геннадий Патрушев, что известно его в гдове Валерии Гаматиной. Версии я не придумываю, эти версии снятся мне во сне, поэтому вы можете критиковать и глумиться над этой версией, как хотите, я не обижусь. Мало ли, что мне могло присниться. Итак, конец 40-х, начало 50-х годов. Зарождается так называемая эра климатического оружия. Мало кому известно, что в 46-м году США предложили использовать пары иодида серебра и иодида свинца с целью устранения облаков. Итак, исследования ведутся и в СССР. Но где и кем? Где и кем? Естественно, в малонаселенных районах Сибири и Урала силами малой авиации. Иодит серебра и иодит свинца – это очень ядовитые вещества. Аэрозоли дыма этих веществ и вызывают выпадение осадков. Итак, летчик Патрушев, если это реальное лицо, никогда, никогда не видел дятловцев живыми. В начале февраля, предположительно 1 февраля, он получил задание испытать аэрозольную установку. Испытать аэрозольную установку. Сейчас я вам покажу вот такую, такого типа аэрозольную установку. И разогнать непогоду над горой Халат-Чахль. В результате воздействия аэрозоля должен пролиться проливной дождь. Летчик Патрушев летал на самолете Як-12. Официально он сеял лес, проверял лесные пожары. А неофициально проводил климатические эксперименты по приказу начальства. Итак, летчик Патрушев, пролетая над тяжелыми снежными тучами над горой Халат-Чахль, не видит никакой палатки с туристами и распыляет аэрозольный реагент. Выпадение дождя обосновывается на том факте, что следы столбики простояли 3 недели. Это возможно только во влажную и дождливую погоду. Обычно на 2-3 день следы столбики развеивались ветром. Итак, среагировавший аэрозоль, не среагировавший аэрозоль попадает в район палатки. Студенты начинают задыхаться, режут палатку и покидают ее, кто в чем был одет. Когда сообщают о смерти туристов, летчик Патрушев догадывается, что именно он был косвенной причиной их смерти. В органах его часто допрашивают. Не желая брать ответственность на себя, государство убирает летчика Патрушева. Но его жена Валерия Гаматина все знает, потому что муж ей все рассказал. Но до сих пор Валерия Гаматина не говорит о том, что ей известно. Потому что летчик Патрушев, отец ее ребенка, сказал ни в коем случае никогда никому ничего рассказывать, потому что у них растет сын Женька. Вот такая вот версия, которая может быть оспорена, естественно. Версия покидания палатки дятловцами вследствие распыления над палаткой климатического оружия летчиком Патрушевым. Спасибо за внимание. Пишите комментарии, критикуйте и обсуждайте эту версию. Спасибо. Спасибо.